Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного этапа конкурса «Свадьба на миллион». На Олимпе были бывшие участники Либерж Кпадону, Рита Керн, Лера Фрост, Андрей Черкасов и психолог Павел Раков. Либерж написала в своем блоге «Рита, на удивление мне, оказалась очень милой и спокойной девушкой. Еще раз убеждаюсь, что встречать людей надо не по обложке». После съемок Лера Фрост и Саша Харитонова отправились вместе в бар. Саша Гозиас и Костя Иванов показали отличный результат на школьном экзамене на конкурсе «Свадьба на миллион». Гозиас рассказывает «Этот этап был интеллектуальный, мы показали отличный результат, мой кот умный, образованный, я интеллектуально развита, мы слились в уме и смекалке, у нас получилось». Главными претендентами на победу остаются пары Жени Кузина и Саши Артемовой, Костя Иванова и Саша Гозиас. Две другие пары, Рапунцель Дмитренко и Африкантова Чуев, уже понимают, что победить у них все равно не получится. В социальные сети кто-то выложил фотографию Димы Дмитренко в подростковом возрасте. Многие зрители легко узнали Диму и сошлись во мнении, что он не сильно изменился. Женя Кузин и Саша Артемова съездили на остров Тереза, где у них начинались отношения. Артемова рассказывает «У нас здесь все начиналось, я даже помню наш первый поцелуй». В недавнем эфире Саша Харитонова опозорилась на лобном месте. Как вы помните, вопрос волшебства в их паре с Сергеем Кучеровым Саша уже выставляла на всеобщее обсуждение. А теперь стало известно, что о самых интимных проблемах в ее жизни осведомлены и родители. Саша рассказала об этом от своей матери, а также выслушала советы и наставления по этому поводу от старшего поколения. И зрители не сомневаются, что после случившегося Кучеров не захочет иметь с ней ничего общего. К Ване Заре на проект пришла новая участница. Это 22-летняя Софья Ангел, участница проекта «Перезагрузка». И необычная девушка Ване понравилась. Он пишет «Девочка светлая и интересная, мечтает принять участие в Евровидении. Она девственница, я польщен». На проект может вернуться Андрей Наумов. Недавно его задержали за вымогательство, но суд снял с него обвинение. И после того, как он поправит свое здоровье, то вернется на проект. Бывший пиар-директор Ольги Бузовой возобновляет с ней работу. Антон Богославский написал «Вот так, за шикарным ужином и бокалом вина, мы с Ольгой решили вновь возобновить нашу работу. Теперь по всем вопросам ко мне. Я скучал». Марина Мексика решилась на кардинальные перемены в своей внешности. Она поделилась планами со своими подписчиками. Меня ждет заряженный денек. Еду на консультацию Титик, узнаю новый цвет волос, набью татуху. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.